МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ребят, мы попали на одну разборку двигателей, трансмиссии и многих разных других автомобилей. Не знаю, от чего это движки, нужно спрашивать, задавать вопросы. У них здесь также есть задние балки на какие-то автомобили. Сейчас мы с вами погуляем по американской авторазборке. Практически все машины эти куплены с аукциона АЕ и Копорт. А мы находимся сейчас в Далласе, штат Техас. Я вам в сторисах, кто на меня подписан пару дней назад, показывал вот ту стену из машин со стороны Копорта, за вот этой стеной аукцион Копорт. И этим ребятам не так трудно это все сюда привозить. И не берет много финансов за привоз автомобилей, потому что они прямо за стенкой, рядышком Копорт. Здесь разборки. Вот так, наверное, километров пять будешь ехать, все в разборках, авторазборках. Не вижу я здесь, правда, новых свежих машин. Все машины какие-то старые. Ну, сейчас мы походим с вами и поисим. Посмотрим, может, что-то и найдем. Не знаю. Сюда заходишь бесплатно. Ну, вот такой где-то 13-го года Линкольн. Заходишь бесплатно и снимаешь все, что ты хочешь. Где-то 13-го года. Нет, 8-го. 8-го. И снимаешь, что ты хочешь, идешь на кассу и оплачиваешь. Как-то так. Люди ходят с сумками, вижу здесь. С ключами. Некоторые вещи остались. Вот бывших владельцев машины разбили. Пали на аукцион. Страховые. Продали это все дело компании. Эти ребята купили и продают. Мустанг 1. Мустанг 2. Это, кажется, Хонда, если я не ошибаюсь. Нет, это тоже Мустанг. Кабриолет Мустанг. В общем, мы попали к Мустангам. Уже вытащил кто-то сидение. Колеса кто-то поснимал. Кому-то что-то надо было. Если оно не продается у них, они его прессуют. И сейчас мы подойдем туда к прессованным автомобилям и посмотрим. Посмотрим, сколько там напрессовано авто. Вы сами это все увидите своими глазами. Вот Мустанг все стали. Кожные сидения потресканные. Нам уже больше никто за него ничего не платит. Пытались. Радовались. Платили кредит за него. Этот загорелся. Тоже с Копорта. Вот номер Копорта. Купили на Копорте. Литкон. Ладно, идем дальше. Кто-то уже отрезал четверть. Кому-то понадобилось. Вместе с крышей. Сидушка. Спинка задняя целая. Кто-то, видимо, купил с Копорта тоже машину. В эту стенку. Заднюю часть отрезали себе. И купили, вварили на свою машину. Крышка багажника битая. Очень хотел сюда приехать. Видел на карте это место. Очень хотел приехать сюда. С гугл-карты рассматривал эту местность. И вижу, что здесь тьма машин. Просто тьма машин. Мне интересно было приехать. Самому посмотреть и вам показать. Вот так получилось, что приехал. И получится сейчас вам это все заснять, показать. Так, это Таурус и старые. Не по 200 баксов. На Копорте по 100 стоят. Никому не интересны. Нужно что-то с более свежей. Я больше чем уверен, тут некоторые машины. Кто-то подвески поснимал. Наверное, и мотора уже нет. Некоторые машины, мне кажется, можно даже завести и они поедут. Здесь и пахнет вкусно внутри даже. Они поедут. И можно даже некоторые зарегистрировать, если у них есть номера. Здесь тоже кто-то четвертую часть машины отрезал. Вау. Смотрите, как кожа трескается. Перфорация или перфорированная кожа. Вот так это все изношивается. Замок закрыт. Движка неплохая еще. Мотора нету. Подвеска тоже висит. Одна только. Нет, там тоже есть. Так, продвигаемся потихоньку. Здесь лежу, у них пикапы. Целый ряд пикапов. В основном форды. Стартер лежит. Что за мужчина? Optima. Какие Optima. Какая-то старая. Prius. Ой, это не Prius. Это Honda Inside. Honda Inside. Тоже дешево. Они уходят на копорте. Эти машины. Можно их за копейки покупать. Полные запчастей. Кто-то уже снял полуоси. Рулевую. Сюда позабрасывал все. Подушки снял. Кузовные части не интересуют никого по этим машинам. Десятого года. Это Honda Inside. С Манхейма ее купили целый. Представляете? Целую машину с Манхейма купили. Не битую. И вот так ее уже разобрали. Бампер цел. Бампер весь в сборе. Радиаторы целые. Так, это фара. Фара тоже целая. Но она в воде все. Кто-то ее залил. Эту фара. Он убитый мне было даже. Смотрите. Вот так разрешают самим здесь ходить. И люди по некоторым запчастям делают гадости. Вот так достал. И как сказать. Не купил. Поставил вот так. Дождь шел. Залил. Весь задний стоп. Ну все. Он уже с водой. Никто его теперь не захочет купить. Этот стоп. Ну и им как я понял. Абсолютно по барабану. Абсолютно. Этим владельцем этой авторазборки. И им все равно. Так. Это финик. Без мотора. Без трансмиссии. Порватой подушкой. Есть у меня такой один в наличии. Тоже там пробега всего кажется 70. В неплохом состоянии. На ходу. Целый. Если кому-то надо. Дайте знать. Можем продать один. Тянемте. Так. Это что? Это у нас сайн. Ну сайнов у вас нет. Кажется да? Этот тойота сайн. Они кажется что только выпускались на американский рынок. Перевертышка тоже. Так. Что тут еще здесь интересно? Тут пикапы старые. Они не интересны наверно никому. Хочу что-то более свежее увидеть. Показать вам. Если здесь найдется субарик. Вот тоже неплохой. Смотрите. Нет. Сюда был ударчик у него. Тоже с Манхейма. Машина. Вот написано ран. Продавалась как на ходу. Подушки. Ключа нету. Это уже все. Кто-то позабрасывал сюда. Все на мусорку. На запчасти под пресс. Вот тоже сайн. Такой же как вот этот оранжевый. Только уже новее кузов. Более свежее. Он кажется. Ну тут непонятно уже по морде. Он кажется 13-го года. Сейчас глянем. Он так более побрутальнее смотрелся. Это у нас. Что-то я не вижу какой год. Где-то 13-го года. Топляк был по ходу. Потому что весь вон в Иле. Был топлячок. Ягуарчик. Лежит здесь. Ладно, идем дальше. Мазочка. Вот тоже популярная когда-то была Мазочка. Салон убит. Тоже с Манхейма. Короче, они берут с большими пробегами. Машины. Четвертый год. Они на Манхейме стоят копейки. Их разбирают, продают. И потом делают лепешки вот такие. О, вот такие лепешки. Тибурончик. О, а вот это же Лексус, да? Это же Лексус. Это он. Старь Лексус. Одна дверь кому-то только понадобилась. Все. Кожа вся потрескалась. Тоже с Манхейма наклейка. В 19-м году его купили. Алтима. Это 8-й, 12-й год. Алтима довольно. Еще люди пользуются эти машины. Ездят на них. У меня тоже такая есть одна. Алтима. Так, что я хотел сказать по поводу вот этих машин. Это, ребята, смотрите. Сейчас металл упал в Америке. Как он упал в прошлом году, кажется. Сейчас потихоньку начинает подниматься. И они, видимо, не продают его. Просто давят и складируют. И сейчас цена обещает подняться выше. И они его потом будут уже сдавать на, ну, в общем, на денежку. Вот там здесь все запрессовано. С компьютерами вместе. С фонарями целыми вместе. С бамперами. С подвесками. С некоторыми моторами. Это Куанакс. Вот так это все выглядит. А там я вам показывал. Там это Копорт. Вот он. Там тоже тьма машин просто. Это все страховые машины здесь продают. Где мы покупаем для наших клиентов свежие машины с повреждениями. Таурус. В общем, внутри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь машин. С номерами даже. Смотрите. Кадиллак, Таурус. Это не знаю, что. Это, кажется, Траверс и Довкадиллак. Пантиак, Линкольн. Вот такая, ребят, обстановка. Интересно. И эта стена не только у этих ребят. Не только у этой разборки. Стена из таких автомобилей. Там еще, наверное, десять таких же разборок есть. И на каждой из этих разборок они железо не продают. Пока держат его. Не знаю, видели вы такие видео когда-нибудь или нет. Я видел, но в таких масштабах ни разу не видел. Это очень большие масштабы. Тоже машины с номерами. Практически все машины американские. Кадиллаки, Линкольны, Юконы и так дальше. Они держат машину, может, год. Если запчасти не продаются с ней, они ее давят. Вот этот автобус, видите, посередине. Какой-то Форд или Шевролет. И продаются, они давят их и складируют. Давят и складируют. Плюс мусор весь забрасывают вовнутрь. Там колеса. Ну, вот это все вставляется. Допустим, да, они его вовнутрь кинули, запрессовали для веса. Вот такая вот. Вот там все продолжается. Здесь этих машин тьма просто, ребят. Я думал, что будут новые машины. Здесь практически все машины старые. Они больше всего занимаются, как я понял, металлом. Кепочка там осталась чья-то. Вон, мостик, смотрите. Запрессованный лежит. Жопа какая у него. Когда-то была модная. Столько денег за вот это все было заплачено. Кредитов сколько было взято на вот это все, чтобы ездить на нем. Столько люди переездили на нем. Миль, километр. Жили в этих машинах некоторые. Ездили на работу. Детей возили. А теперь это все вот так. Никому не надо. Купили новые машины. Дальше люди живут, работают. Все, ребята, в этом мире тленно. О, Бэха есть даже. Ничего себе. Что-то немецкое увидим. Мотором с движком. По крыше битая. Трехлитровая Бэха. Ремень потресканный. Двигатель, я думаю, еще нормальный. Ездить будет. Руль крутиться не будет. От БМВ. Кожаный руль. Кожа вся в Техасе потрескалась, потому что здесь жара. В общем, что-то там вырвало сидение, не знаю. Вот так по живому все. Эта сторона вся бита. Да, там что-то заскочило прямо в машину, я не знаю, что. Что-то упало, наверное, или залетело. Прям потому что, смотрите, прям сидение вырвано. И одно, и второе вырвано по живому. Через стекло что-то залетело. Кстати, это у него, кажется, целое. Тоже битое. Стекло пробитое. Я знаю, многим нравятся такие видюшки. Смотрите. А, вот смотрите, все тут еще есть. Лодка есть. Какая-то непонятная. Где они ее купили? Тоже на Манхеме купили эту лодку. Водный моцик здесь у них. С водой внутри. Тоже с Манхема. Никому это не надо. Ну, они это под шумок на металл тоже сдадут. Движка нет. Прицеп какой-то. А, нет, это был не прицеп, это был тарама от пикапа. Обрезали ее напополам. Кузов остался. Магнитола. Пионер. Трансмиссия здесь. А, некоторых машин уже не видно на дорогах. Таких, как вот эта. Я не знаю, что это за машина. Понтьяк. Запрессовано конкретно. Так, здесь у них кузова. В общем, а там рядом еще одна разборочка. Техас, Техас, Техас. Каждая машина, это история. Какой-то семьи, какого-то человека. Какая-то часть каких-то людей, в которой был и мир, было и зло. В некоторых этих автомобилях, может быть, преступления совершались. А эту машину вообще кто-то хотел отреставрировать. Смотрите. Снимали с нее краску. Шкурили ее, в общем. Капот шкурили, крыло шкурили. Дверь эту шкурили, но двери уже нет. Хотели восстановить, сделать и кататься. Но, видимо, что-то случилось с кем-то. Планы поменялись. И машина уехала на мусорку. На вот такую мусорку. И человек не доделал ее. Разглядел я здесь под раздавленной... Это что такое? Таврус? Под раздавленным Таврусом. Разглядел Мазду, ребята. Буквы. Еще целые даже их можно снять. И у кого, допустим, букв нету. Можно переклеить. Кому надо. Я его здесь оставлю-то. Вот. Придете, заберете. Тут еще есть несколько букв. Смотрю на вот этот тормозной диск. И на вот эти колодки. И на калопер в сборе. Он практически новый. Смотрите на колодки. Новые. Его только поменяли. Человек даже не поездил. На мусорку. Это же продать можно. Тут столько денег. На мусор. Представляете? Как мне говорят. Это же все можно продать на ebay. Ну так продавайте. Берите, продавайте на ebay. Нету новых машин. Жалко, конечно. Таких свеженьких прям. Не вижу. Хотя джипчик вот. Гранд Чироки. Смотрите. Весь забит. Лоредо. 4х4. Был шпаклеван уже сзади. Но это уже на скорость не влияет. Тут пресс. С мусором. Совсем. Вот видите, как я вам говорил. Они мусор весь скидывают. На Копорте точно так же скидывают мусор у машины. В некоторые. Вот в такие убитые. Иногда в целые. Ну, свежие машины тоже сбрасывают мусор. И продаются мусором, чтобы не вывозить, не оплачивать дампстер вывоз мусора. Они так экономят денежки. Это что у нас? Приус, да? Ой, это это Chevrolet Cavalier. Кажется. Еще не ошибаюсь. Караван. Импала. Тоже, как видите, все спрессовано. Все лежит. Вот в таком виде. Это Круз. Перепутал. Это у нас Траверс. Да? Траверс, вот. Такая машина, еще если купить ее у дилера, Траверс такой, он будет где-то по десятку стоить. Минимум. Я имею в виду целую. Это все можно продавать на ebay, ребят. Так что приходите, снимайте цифры, буковки какие целые. Снимайте там, я не знаю, можете мотор снять вот этот раздавлен. Или какие-то безделушечки вот эти, да? Это как бизнес-план вам. Колодки тормозные. И продавать на ebay. Может кто-то купит. Фары можно снять, фонари, подвески, полуоси. Вот, пришел. Они у вас тут 20 баксов возьмут за эту, по-моему, может быть. На ebay выставил, бах, заработал сразу 10 долларов сверху. Бизнес-план. Это вы мне, кстати, подогнали, мои подписчики. Это вы мне пишите, чтобы я этим занимался. А вот импала. Тоже буковочки. Кому-то надо, кто-то их покупает на ebay. Багажник был целый. Раздавили. Кто-то ищет крус. Вот. Все приготовил для вас. Можно фотос выставлять. Крашеры-патичики тут стоят. Тоже все кузова целые. Но не пользуются они спросами. Их двери и так дальше. Капоты, морды. Написано good motor. Видите, мотора нету. Значит, он good. Фара целая вот. На подсихику. У кого-то у вас разбитое, у кого-то, кто сейчас смотрит. И вам нужна такая фара. А вот она стоит. Я думаю, они за нее возьмут там бакса 30, наверное. За эту фару. Тоже с мусором уже все под пресс готово. А вот, кстати, ихний пресс, которым они прессуют. Что у нас? Это Altima. Купе Altima. Нету немцев почему-то. Где америкосы здесь? Может быть, на следующих разборках там есть немцы. Как-нибудь вам сниму немцев тоже. Смотри, сколько мусора забросали сюда. Все вот это под пресс пойдет. Алюминиевый капот. Воздушный фильтр. То есть бакс для воздушных фильтров. Компьютера. Какие-то там. Печка разобранная. О, вот эти штуки, помните, ребят? Какие они были модные. А, она уже не модная, она уже не крутится. Сейчас уже они не в моде. Это здесь кладбище Сатурнов. Сатурны, Сатурны. Одни. Потом идут джипы. Джипчики идут. Кому-то руль понадобился. Кто-то снял. Здесь целый ряд блейзеров. А здесь ряд грантировки. Тоже фара. Кому фара надо, ребят? Вот она лежит. Приезжайте, забирайте. Здесь уже стопаки поснимали. Крышка багажника в порядке. Вот так это все выглядит, ребят. Ладно, пойдем дальше. Тут что-то подошел к этой машине. Так, это что, она горела, что ли? Или это они так ее покрасили? Походу ее так покрасили, смотрите. Как будто сажа. Красота. Вообще просто, о, моя. Кожаные американские сидения. Вот это качество просто. Шикардосно. Тут можно борщ варить, я вам скажу. Это реально кожа. Еще навар будет. Зачем ее так испоганили? Или это специально ее, чтобы списать? Может быть, чтобы списать ее, так краской такой. Вандализм типа сделали. Не знаю. Здесь есть более-менее новые машины, я вижу. Вау, тут даже камеру есть. Но это другая разборка. Смотрите, вон камеру. Надо к ним будет тоже заглянуть. Так, идем дальше. Я уверен. Если бы вот эти все машины были там у нас, то с ними бы, наверное, относились по-другому. И вот так бы все не лежало. Продавали бы, наверное, каждый болтик. Каждый шурупчик. Я слыхал, что у нас продают даже битые фонари. У нас битые фонари никому не интересны. Я имею в виду на свежие машины. А у вас говорят, что их ремонтируют. Я не знаю, правда это или нет. Клеят, переклеивают. Покупают части на фонаре и восстанавливают. Вы мне расскажете в комментариях, я почитаю. Ну, это свежая машина. На ней вклиняют. Очень популярная в Америке. Приходи, снимай все, что хочешь. Запаска здесь на месте. Новая. Еще даже ни разу не пользовался. Донкрат тоже ни разу не пользовался. Стоп. Абсолютно. Абсолютно с вот таким школом. Поэтому он здесь лежит. Все один такой же тоже. Кто-то вырезал порог пассажирский. Так, это что у нас за кабриолеты здесь? Понтияки. Кабриолеты. Это тоже, кажется, понтияки. Очень редкий авто. На дорогах редко встретишь. Но на разборке он есть. С порезанной крышей. Тоже с Манхейма покупали целый 2008 года. Подвеска. Здесь есть на нем в сборе. Лонгероны целые. Потому что машина не была бита. Здесь подвеска целая. Снят мотор, трансмиссия. Крыло целое. И полуоси сняты. А кто-то разбил лобовуху на нем. Неоны. Так, все. Тут ничего больше я не вижу интересного. Садняя спинка вообще новая. Пассажирская. Сидушечка тоже новая. Но от того, что попадал дождь, оно все затвердело. Стало очень жестким. И никому не нужным. Всем по привету. Кстати, не с этой машины зеркало. Вот. Это любимая машина американских дедушек. Еле бы на таких ездить. Кто-то фонарь открутил. И не забрал. А он набирается водой. Видимо, им надо был только хром. Потому что хрома здесь нету. Хром сняли. Очень мягкие машины. Вот эти. Как корабли плывут. Вот еще одна. Такая же. Самая мягкая подвеска у них. Линкольный, кадиллаки. Именно я имею в виду старый. Несвежий. Я помню, как я первый раз в таком прокатился. Для меня это показалось. Космический корабль. На некоторых они, в общем, машинах. На некоторых, кадиллак. Вот видите, здесь обычная крыша. На этом. Крыша из такого углеволокна. Какого-то непонятного. И, в общем, плюс они обделывают его тряпкой сверху. Мне кажется, что это не очень. Но некоторые люди любят. Со временем становится вот это, что вы видите. В общем, крыша обладает, и нужно ее переделывать. Этот человек очень много кушал гороха. Поэтому вот такая случилась авария с креслом. Так, я вижу, там Бэхо впереди. Вот, пятерка стоит. О, это где-то 2008 года. Кадиллак. Задняя крышка крашена была. Ух ты. Это еще Бумбакс. У него в багажнике. Ну, это какой-то молодой ездил на нем. Колодки еще, смотрите. Новые на нем. Абсолютно. Можно еще ездить. Минимум 20 тысяч миль на них. На этих колодках. Так, это Хиндаки. Тоже где-то 2008 года. Веракрус. Подушка стрельнута. Подушки в потолке есть. Опа, вот это Хонда Сивик. Или что это? Или это аккорд старый? Что за машина? Что-то я не понял ничего. Или это Акура? Стерлинг какой-то. Я таких машин не видел. Первый раз вижу. Что за Стерлинг? Что это такое, ребят? 93 тысячи миль на нем. На этом Стерлинге. Кажется, Хонда, да? Кожа крепкая. Вот реально, вот эта кожа крепкая, ребят. Вот эта машина где-то 80-х годов, да? Вы видели, я сейчас там был в машине, которая... Какого года она была? Какого года она была? Это 2008-го. И кожа у нее просто трескалась. Здесь кожу, чтобы порвать, реально надо приложить силу. Еще мягкая даже. Вот это делали. Я пошки. Ну-ка здесь. Сюда просто вода не попадала, поэтому она такая... Здесь попадала водичка. Это слои даже, смотрите. Краска получается или что? Там слои кожи. В общем, напишите мне, что это за машина, ребят. Я честно не знаю. Сзади вообще, как будто никто не сидел. Сидушки просто крутые. Потолок обвис. Ух ты. Здесь такая... Фонарь. На него нажимаешь. Уже кто-то до меня нажимал тоже. И он трескается, потому что он уже весь пересох. Давай еще баху глянем. И нужно нам идти отсюда. Уже по делам дальше ехать. У Бэха тройка. Подушка кому надо на тройку. Есть. Кресло нормуль. Несмотря на то, что дождь попадает. Крыша облазит. Тоже куплена с Манхейма. По стикеру видно. Из какого аукциона она куплена. Это Бэха. Мотор на месте. Трансмиссия на месте. Фара. Разобрано, сломано. Крепление тоже на месте. Две две есть. Проблемное место. Ручки. Зачем красить такой краской, которая блазит? По глянцу. Вопрос задается. Бамвэ и Ауди. Так, это у нас Финик. Кажется, да? Тоже да. С гарантией был. Смотрите, еще гарантия даже от дилера. Дилер продал его на этом. На Манхейме. А нет, это не Финик. Это Хьюндай. Это Хьюндай. С гарантией продал. Они купили, его здесь разобрали. И все. О, Бэха есть. Ребята. Тройка. Ну-ка, пойдем глянем. Что за тройка? Еще одна Бэха. О, Бэхи появились даже. Ничего себе. Задние ступаки целые. Крыло целое. Крышка багажника по мелочевке кто-то разобрал. Фонарики. Значки. Еще фонарик. Этот фонарик есть. Этот фонарик есть. Стоп. Ездила девушка. В розовых кроссовках. И в розовых носках. С розовыми стаканчиками. Так, бампер. Бампер, ну, поцарапанный, но его можно восстановить. Крыло бито. Дверь целая. Ну, а здесь каламбур. В общем, руля нету. Компьютер какой-то в Бэхи. Капота нету. Движок открыт. Здесь был удар. Как видно. Двигатель на мусорку. Что-то они обрисовали. Ничего, одна Бэха тоже. Это более старая Бэха. С такими сидушками убитыми. Семера там сзади даже есть. Живачки остались от большого владельца. А, нет, это Лексус. Ну, это Семера. Это Лексус. О, вот это легендарная пятерочка была. 97-го года. Фу, блин, как здесь воняет. Смотрите, в ней новые диски. Не пользованные ни разу, но поржавели. Колодки новые. Смотрите, абсолютно новые колодочки. Еще один новый диск. Краска здесь воняет. Кто-то закинул сюда краску, что ли, не знаю. Магнитурная здесь какая-то. Фара. Нет, нет, нет Бэхи. Точно. Так, еще одна Бэха. Тройка. Ну, все машины такие старые-старые. Они уже практически не ходовые. Поэтому субчасти мелочевка продается. Все основное, что ломается у людей, допустим, такое походное, как вы видите, да, что снято там. У кого-то лобовуха. У кого-то какой-то пинчик. Кому-то какой-то болтик надо. С этого автобуса практически ничего не сняли. Это 350 Nissan, 350 Z. У кого-то руль была обшарпана, он снял руль. У кого-то магнитофон был обшарпан, он снял. Здесь, походу, мыши жили. Или птицы гнездо сделали, не знаю. Honda Accord. Вот это Honda Accord. Она навсегда в моем сердце. Столько я на ней проехал на такой. Самая неубиваемая машина. Это Forerunner Toyota. Это от Марса. Почему-то делает Forerunner. Непонятно почему. Разобранный здесь движок полностью. Как вы видите, разбросан. И Jaguar. Смотрите, где у него бакба. У Jaguar. Повторяйте. У него два бака стали, я не понял. У него два бака с двух сторон. Прикольно. Сейчас пойдем глянем. Лак уже. Все. Потрескался. Очень богатые люди когда-то ездили на таких машинках. Эту машину я просто не мог пройти мимо. Тоже была целая. Седьмой год. Бэха. Две двери еще остались целые. Морда вся разобрана. Я у кого-то видел в инстаграме, кажется. В Москве еще полиция на таких ездит. На таких машинах. Все. Здесь лежит. Тоже была целая. Видите, как разрешают. Прямо мотор разбирать без проблем. Снимайте, что хотите. У нас бы, мне кажется, мотор не разрешили снимать. То есть разбирать запчасти с мотора. Здесь разрешают. Здесь проблем. Понравится, все можно брать. Там еще одна Бэха. Ну все. Старая. Ницубище. Вольво. Стартеры. Практически новый. Стартер. Тоже с Манхейма. Целая машина. Они, ребята, оборзели. Новые машины берут на Манхейме. И используют их для разборки. Вообще красавчики. Я не туда не пройду. Видимо, дешево уходят они здесь. В Техасе на Манхейме эти машины. Поэтому они их покупают. Так. Это что у нас? А, это у нас Роптима. Ки. Киечка. Лексус. Так, ребята. Я, наверное, был закругляться уже. Нужно ехать дальше. Это Галант. Или Галант. Митсубиси. В общем, вот так это все выглядит. Плачевно. Тоже покупалось целой. С аукциона Манхейма. И люди разобрали, что им надо. Сейчас посмотрим, сколько на ней было пробега на этой машине. На ней было, ребят, 164 тысячи миль. Вот, написано. 164 тысячи. Это много. Поэтому она продалась там за 200 баксов. Думаю, не больше. Вот так работает в Америке бизнес. Да, вы спрашиваете меня, можно приехать к вам в Америку? Работать там. Или еще что-то делать. Можете приезжать, ребят, конечно. Работай вам. И у вас бизнес-идей еще больше, чем у меня, как я понял. Вы мне всегда подсказываете бизнес-идей разные. Все снять, что продать, что кому дать. Поэтому вперед. Америка вас ждет. Опа, пилот. Америка вас ждет с вашими идеями, которые вы хотите внедрить в свою жизнь. С милости просим в Америку. Пилот с копорта. Вот наклейка это копорт. А, он сожженный был. Что-то он загорелся по морде. Ударился и загорелся, походу. Галант. Митсубиши. Как я заметил, с номером даже. Смотрите. Как я заметил, много машин от вот этого дилера они покупают. Очень много наклейки. Здесь сколько? 164 тысячи миль на нем было. Тоже купили его с аукциона Манхейм. Целый 2009 года. И разобрали его полностью. Вот тоже, видите, от этого же автогрупп. Дон Дэвис автогрупп. Это такой, где-то есть автосалон здесь. Недалеко. И все. Вот есть. Как видно, загорелся вон этот пилот. С копорта вижу. Пилотик с копорта приехал сюда к ним. Ну все, ребят. Чей-то был дом на колесах, тоже сожгли его. С копорта. Пиле чисто для металла его. Все. Больше ни для чего. Мотоциклы, Yamaha и гора колес. Люди ходят, выбирают, какие кому нужны диски, колеса. Они прям в сборе. Колеса и диски. И покупаю тебе целых два кузова помп на бензиновые баки. На дизельные, наверное, тоже. У них тут места, видимо, мало. Поэтому они уже забрасывают машину на машину. Чтобы можно было больше машин сложить таким образом. И у них здесь более новые машины. Тоже люди приходят, платят доллар один. И заходишь за вход. И снимай, что тебе хочется. Все, что увидел. Все, что понравилось, можешь снять. На выходе заплатишь. И все. Ну я зашел сюда погулять просто. Ничего мне здесь снимать не надо с машин. Зашел просто погулять, посмотреть. Люблю ходить по таким местам интересным. Ну и вам заодно покажу. Там сожженные машины, битые уже люди отрезали. Даже лонжероны отрезали. Полностью отрезано все. По-живому. Очень много запчастей. Зарабатывает плюс на запчастях, зарабатывает плюс на входе. Минимум здесь в день бывает, я думаю, больше 100 человек. А может быть и 200. За день сюда приезжает. И человек сидит там на входе и берет по доллару. Вот такая ситуация, ребят. А вот это, ребят, тот же самый пресс, который прессует лепешки. Из вот этих красоток жареных. Из вот этих жареных красоток. Он делает лепешки. И потом приезжает, их загружает. Приезжает огромный тракт и возит их. Сейчас хочу посмотреть. И вам показать, как он прессует их. Вот видите, там уже напрессованных тьма. Тоже. А вот он, Копор. Там мы с вами, помните, грузили трактор. Где это? Вот здесь мы с вами его грузили. Кто смотрел видео про трактор, это было с той стороны. Это другая разборка. Заехал тоже сюда показать, вам посмотреть. Мазочка. Копор сеткой обгорожен. Могли бы сделать ворота здесь прямо на Копорте. И ездить туда-обратно, вывозить. Все под пресс. Прессовать нет практически. Уже все поспрессовано. Шучу. Все будет продаваться это, ребята, на аукционе. Тоже огромный просто аукцион. Космос какой большой. Но еще есть тут и АЕЕЙ рядышком. Через дорогу. Вот эта машина была на АЕЕЙ куплена. Блин, что он оставил кроссовки? Вот взял и оставил здесь кроссовки. Это ж можно было на АЕЕЙ продать 100%. Смотрите, классные кроссовки. Все достижие. Владелец. В одном уехал. Кроссовки. Походу. А, это владелица была. Это была владелица. Тоже на АЕЕЙ можно вот это все продать дело. Я в шоке себе. Бэха. Пятера. Мусорка. Реальная мусорка. Как оно все от старости потрескалось. Как он загружает туда машины. Хочу вам заснять. Как оно будет прессовать. Вы хотите посмотреть? Я хочу. Это Бэха. Лепешки. И там уже все масляные. У них следы на каждую лепешку. КОНЕЦ. И там все лайки. Видите, как он? Кулистый. Все. И до свидания. Кто-то там насчет каталиков спрашивает. Я думаю, что тут иногда могут попадаться каталики. А в основном, наверное, их тоже вырезают и сдают по другой цене. Вот такая ситуация, ребята. Получается, здесь уже три машины забито. И куча мусора. Все разлетается с них. Вот это силушка богатырская. Что-то вылетает. Видите, оттуда не запрессовывается. В синей нижней машине. Знаете, что я рассмотрел, ребята? Это же РЭМ. Это же РЭМ. Блин. Свежий РЭМ. Мой. Как у меня, вернее. Вау. Раздавили его. Фонарь разбитый. Форд Экспедишн. Тоже был когда-то модный. Форд. У них движки. У некоторых ставили тоже 7,3 турбодизель на некоторых. Не на всех. А вот смотрите, тоже не продают свое железо. Пока складируют и ждут тонны-тонны железа, ребята. Я понимаю, что вам жалко. Вы многие смотрите, многие пишите мне иногда. После таких видео. Это корпорации, это бизнес, это работа, это деньги. Здесь с этим не церемонятся. Даже в таких маленьких масштабах. Это маленькие масштабы считаются. А это, ребят, алюминий. Все, что связано с алюминием, оно на вот этой огромной куче. Радиаторы, диски, топливные баки от траков. Алюминиевые. Раздатки. Карданы, вернее. Карданы. В основном радиаторы с моторами. Диски, алюминиевые. Все пойдет на металл. Все один кардан алюминиевый. Немерено все реально. Какой-то автобус служил в отеле вот этом. А потом что-то с ним случилось. Смотрите, что он сделан. Представляете? Кардан какой-то. Типа сот. И это все дело клеится. Спринтер вмочен в морду. Кто-то срезал крышу. Кому-то нужна была крыша. Срезали вот так по-живому. Неровно. И будет высверливать себя там. Здесь тоже куча колес. Дверей снятых. Это какой-то вэн. Куда-то он не туда въехал. Разорвало его полностью. Если водитель был, очень пострадал. То есть пассажир, если был, то очень пострадал. Водитель может даже остался живой. Может быть. Если вот это в голову ввалило штука, то может и не вышел. Разрезали. Видите его? Когда-то Дак сделал лакджери. Автобусы. Для отдыха. Смотрите, кресла раскладывались. Можно было здесь спать прям как кровать. Неплохие кресла. Подлокотник уже не работает. Движок кто-то подразобрал. Да много что подразбирали здесь уже в нем. Старый сейчас таких уже нету практически. Тоже скоро под пресс пойдет. Каталик срезан. Они стоят денег. Здесь нету. Ну, по крайней мере, на этой машине нету. Которая с мотором. Здесь у них такие кузова. И в каждом кузове навалено моторов и трансмиссии. Вот это стерка от Хонды. Или от Одиссея. Поддоны. Ну, это, видимо, может что-то хорошее. Что-то нет. Не знаю. Наверное, на металл тоже. Кто-то что-то скручивал сегодня здесь. Свеженькие болтики. Свежее масло здесь разлито. Трансмиссии тоже Хондовские вижу. То есть моторы и трансмиссии. Вот такая обстановка, ребята. В Америке. Здесь тоже куча кузовов. И в кузовах трансмиссии, трансмиссии. Раздатки. Трансфер-кейсы. В общем, но под навесом. Видимо, это что-то хорошее, видимо. Если под навесом. А может и нет. Не знаю. Ух ты. Сколько здесь стартеров, компрессоров, альтернейторов. Я в шоке. Смотрите. Это просто кошмар. Это же все продать можно на ebay. Что они не продают? Я не понимаю, что у нас здесь лежит у них. Они, видимо, неправильно свой бизнес делают. Это все нужно заставлять срочно на ebay. А они не выставляют, видимо. И вот не продается у них это все. Надо им подсказать. Зайду в офис, подскажу. Мне подписчики сказали, что надо на ebay вот это все выставлять. И вот это тоже. Ну, новые сапоги еще есть. Но они сношены уже. Каблок сношен. Ничего. Карандаши, носки. Да, даже была. Детские уроки. Школьные. То есть. Школьные уроки. Это первый класс, наверное, второй. Не знаю. Даже очкарика я здесь нашел, ребята. Очкарик с мотором. С каким-то доставшим компьютером. С подвеской. С рулевой. С двери на целом. Внутри разобраны. По обшивке. Крышка багажника снята у него. Стопики есть. Видите, здесь лежит. Никому не надо. Бэха еще есть одна. Хондочка. Еще интересно, здесь все заасфальтировано. Очень круто. Мне это нравится. Ну, не все, но вот этот участок. Что там был один участок, у них не заасфальтирован. Хонда Си, кажется, да? Или что-то, или аккорд. Старючий. Ну, кому уже не нужно. Тридцатка, вау. Камарюха. Всеми казахами любимая. Сколько мне за нее голову прожужжали. Виталик, тридцатку мне пришли. Виталик, тридцатку мне пришли. Да какую тридцатку, люди добрые. Имейте совесть, а? В Казахстан такие машины мы не отправляем. Это старая машина. Такие машины мы можем только под разбор распил. В Казахстан 19-го года и выше только отправляем машины. Такие машины, еще раз говорю, не едут в Казахстан. А вы часто мне задаете по ним вопросы, чтобы я вам купил и отправил такую машинку. Не поедет она. Поедет в разобранном виде. Скупаем 15-10 штук таких, режем, пилим в контейнер и отправляем на запчасти, если хотите. Под таможню целиком, нет. В общем, наконец-то я добрался до японских машин. Хонды, Сивики, Хонды, Аккорды, Сивик, Сивик. Аккорды, Сивики. Кэмри, старая. Тоже чудо-то здесь есть. Инфинити вижу. Кэмри, Хасайн, Тойота, Королла. Аккордики. Все аккордик. Вау, отрезали, прям морду целиком отрезали и забрали на Сан-ТС. Дверь оставили, печку кинули. Солярис, кажется, да, вот это? Тойота. Тоже такая модная была она когда-то. Тоже редко встретишь их. Солара, не Солярис, а Солара. Тойота. Стопики целенькие. Замок вырвали по-живому. Вот этот треснутый стоп. Здесь тоже все потрескано от старости или от солнца. Не знаю. О, еще один Мерс там есть. Ничего себе, Приус есть. Каталик на Приус, на вот этот, стоит. Это 800 баксов. Да, вот этот Приус каталик стоит. А на Копорте их можно купить за 800 баксов. Кэмри, Уха тоже. Кто-то отрезал четверть себе под восстановление. Ну, это свежая Кэмри, Уха, где-то 10-го года, я думаю. Да, руля нету. Крыша помята. В общем, ударчик такой был нехилый. Что-то олень заскочил, то ли что, непонятного. О, 30-ка, еще одна Кэмри, еще одна свежая Кэмри, Солара, еще одна, Сивик, Акура есть даже вон. Так, вот здесь я видел, знаете что, вот здесь я видел кабриолет Мерседес. Ну-ка сейчас посмотрим его. Так, вот один немец, красуется на Вольве сверху. Как прошу заметить, тоже педалика нет. Двери нету. А вот он, кабриолетик. Тоже заднюю крышку багажника, кто-то испортил. Вот такая красота, ребятки. У меня же книжка осталась от него, только уже не живая. БХ-7, кому-то ручка понадобилась. Много что поснимали люди. Практически все, мотор висит. Снят тоже. Почему-то ручки все поснимали. Чего, они ломаются что ли? И это. Тоже замок снят. Ладно, ребят. Ребят, смотрите, что у них тут. Сканка вонячая лежит. А это у них был конкурс. Похоже на определенную сумму. Кто-то должен... Кто сколько больше вынесет, в общем. Смотрите. Как люди изощрялись. Кажется, на сколько там, на 29 долларов, что ли? На 29 долларов, кто больше всего вытащит запчастей. Можно было... Такой день был. Это было в 2004 году, 25 апреля. На 25 баксов. Это на 25 баксов плюс таксы. И на 20. И вот люди смотрят. Кто-то трансмиссию несет, кто-то там... Бампер. Кто-то колеса. Кто-то там... Что тут только не несли, смотрите. Вот такие рекламы иногда делают, чтобы заработать денег побольше. Сколько возьмешь, что твое, за 25 долларов, за один вынос? Короче, я так понял, они часто устраивают здесь такое. 25 баксов плюс таксы. Смотрите. Как люди изощряются. Прикольно. Конкурсы такие делают. Спасибо всем за просмотр. Спасибо за бизнес-идеи, которые вы нам даете. Спасибо за комментарии, за лайки. Напишите, кто вы хотите еще увидеть в Америке. Что вам показать. Что бы вы хотели увидеть. Напишите мне в комментариях, я постараюсь вам заснять. Всем пока.